приветствую всех на канале сегодня очередная серия по игре и хаос флиппер а точнее хаос и дизайнер вот что мы с вами сделали мы не с первого раза шел ну ладно что мы сегодня с делали мы сделали в принципе уже гараж ко второму этажу мы пока что еще не переходили вот он наш прекрасный яркий гараж сегодняшняя же задача будет заключаться в том чтобы сделать данную комнату ожидания вот да планировался делать делаться серверсом надаву по ремонту автомобилей вот так вот он у нас выглядит прошлой серии мы с вами потратили как раз все время на создание данного гаража и так сегодня с вами будем делать комнату ожидания для наших посетителей ну вот и начнем наверное с обустройства самой комнаты в принципе начнем с вами с пола с обоев вот подберем максимально аккуратненько максимально красивенько как только возможно такой яркий у нас наверное пол будет в принципе оставлю такой и следующее что нужно смотреть это по обоям обоев добавили достаточно большое количество новых обоев поэтому сейчас с вами нам придется выбрать все таки какие именно обои у нас будут находиться выбор большой много новых обоев у нас добавили и сложнее сложнее стало выбирать вот еще новые до обои у нас тоже с цветочками с такими красивыми но нам нужно что-нибудь получше по гармоничнее вот обои новые синенькие добавили у нас тоже некоторой обои даже не просто добавляли просто изменяли цвет то есть делали другой цветовой палитры но соблюдая тот же самый рисунок вот наверное все таки старый школу нас будет старого такие прекрасные обои ними тоже нравится но можно подобрать какие-нибудь серенькие обои вот что-то в районе такого наверное даже блин не знаю не знаю хочется сделать какие-то темные обои даже более-менее серые такие но не слишком вызывающе кстати опана а давайте вот такие обои попробуем они у нас прикольные довольно таки контрастные такие конечно комната может получиться темненькая но блин это прикольные обои и в принципе наверное их мы с вами как раз и поставим блин такая необычная комната получается наверное все таки оставлю такие обои и давайте посмотрим по полу что-то надо по темнее выбрать вот это вообще идеально подходит мне кажется толки в этом доме тоже высокий получается где-то два с половиной метра то есть как и должно быть вот следующее что хотелось бы поставить это конечно же диван можно попробовать угловой диван поставить но нет он слишком большой и будет сгораживать очень много места будет у нас как раз ходить именно на него шкафчик давайте поставим шкафчик чтобы сложить туда различные вещи для уборки помещения сто процентов то есть такая вот уборная хотя для уборной можно и отдельную комнату сделать вот наверное будем с вами делать ну давайте на всякий случай шкафчик тут поставим он здесь не помешает наверно давайте вот такой вот светлый цвет нормально нормально а следующий нас будет диван диван можно поставить в принципе трехместный он у нас более-менее здесь умещается и по цвету наверное давайте с вами темно-серенький установим вот уже более-менее формируется у нас сама комната теперь нужно подумать с дополнениями тумбочки тумбочки какие-то маленькие мне кажется но вот какую тумбочку под телевизор нам надо поставить сто процентов это прям не обсуждается такую тумбочку поставим надо поставить и и знаете как так чтобы она стояла перед диваном у нас до более-менее у нас стоит в середине на нее тогда поставим сейчас с вами какой-нибудь большой телевизор телевизор нержи все 65 дюймов вполне себе кстати можно и поставить такой мне кажется он не слишком маленький ну и в принципе по размеру нормально подходит сюда так теперь нужно его как и более-менее поставить так чтобы у нас не провалился и поставить посередине вот так давайте ввод сюда поставим и выберем белую рамку она вы смотрите выглядит у нас в разу лучше согласитесь да вот смотрите это вообще другое дело вот что еще можно сюда добавить не знаю не знаю можно что нибудь игровое там джойстики поставить для того чтобы может быть когда гости к там будут приходить но посетители наши они могли сесть и поиграть даже если не посетители друзья какие-нибудь то сделаем более-менее игровой можем даже сюда джойстики поставить с вами во второй по месяца вот супер на тумбочку наверное не давайте лучше на тумбочку уберем в полочку вот сюда все супер вообще идеально принципе по обостройству нас уже более-менее все есть осталось сюда что-нибудь поставить что интересненько такое вот наверное торшер давайте поставим напольный светильник так вот такую вещь можно забабахать но она что-то очень большая у нас и не сильно подходит давать напольный светильник наверное это прям вещь не обсуждается так ну давайте вот этот поставим принципе он прикольно такой Надо определиться только с цветом ножек. Наверное, ножки чёрные будут. Да, установили с вами напольный светильник. Давайте его включим. Такой вот у нас яркий, красивый. Давайте выключим, чтобы он не выделялся. Так, и что ещё сюда можно с вами засунуть? Из новогоднего, из дополнений можно посмотреть. Конечно же, не хватает шторок. Шторки 100% нужно нам с вами расставить. Шторка у нас будет длинная. И давайте она у нас будет чёрная. Да, вот такая вот. Хотя... Да, вот, ставим с вами чёрную шторку. Окно у нас не получается закрыто. Ну ладно, пусть будет открыто, пусть комната проветривается. Ничего в этом плохого нет. Так, в принципе, что ещё можно с вами добавить? Закроем дверь. Комната более-менее уже сформирована, мне кажется. И, в принципе, единственное, что нам нужно оставить, это коврики. Вот ковриков у нас не хватает, каких-то декоративных цветочков. Так. Нет, это будет загораживать нам кам... Опа, на ё-моё, я испугался. Это что? Телики в этой игре работают? Вы угораете? Реально? Я не знал об этом. Честным словом вам говорю, я об этом не знал. Это для меня новая информация. Оказывается, тут работает монитор. То есть, смотрите, мы там отходим, у нас монитор тут говорит, что-то рассказывает. Блин, прикольно, прикольно. Я не знал о том, что здесь работает монитор. Либо это добавили в новом обновлении, либо это было, но я не замечал. Вот так, вот так вот. Сколько играю в эту игру? Уже год-два, наверное. И вот только заметил, что данная вещь присутствует в данной игре. Делаем скрин. Делаем скрин как раз для того, чтобы сделать превьюшечку. Вот. И... Не, ну нормально. Давайте выключим с вами, наверное, телевизор. Этого будет достаточно. Вполне себе. Ну, комната, можно сказать, готова. Не знаю, что сюда еще можно добавить. По крайней мере, ничего, мне кажется, более добавлять сюда не надо. Вот здесь у нас такой вот гаражик был сделан в прошлой серии. Стоит автомобиль. Вот заходит у нас человек, садится на диванчик, там в консольку поиграть. Посмотреть просто телевизор, новость. В принципе, на этом, наверное, все. Можно, конечно, сюда коврик еще поставить. Я вообще не против. Был бы. Кстати, было бы хорошо загородить вообще этот проход для того, чтобы его не было здесь. Но нам не позволяет ничего вообще так сделать. К сожалению. Ну ладно, пусть тогда будет так дверь. Закроем ее просто на ключ, чтобы люди не смогли зайти к нам в комнату. Вот. Если продать дверь, давайте посмотрим. Нет, все равно у нас определяется как рабочая дверь. К сожалению. Ладно, где у нас эта дверка, кстати, которую мы продали? Так. Насколько мне известно, это дверь номер 8. Да, вот. Ставим ее темной. Все, дверь у нас поставили. Давайте посмотрим, что будем с вами делать в следующей серии. Надо закончить первый этаж. Наверное, за партию серии мы с вами как раз закончим. Так, давайте посмотрим, что вообще у нас здесь есть. То есть, смотрите, здесь у нас все, гараж полностью сделан. Такой яркий, красивый, оранжевый. Если честно, может, и обои переклею. Не знаю, почему гараж очень темный. Ну, там нет никаких окон, в принципе, и они тому не нужны. Так, здесь у нас ванная комната. Она у нас будет использоваться для столовой как раз, чтобы пойти, прийти, руки помыть. Там на кухню зайти, помочь что-нибудь сделать. Здесь у нас кухонный гарнитур будет, мне кажется. И, в принципе, здесь, конечно, можно поставить что-нибудь для готовки. Но мне кажется, что это чисто будет у нас кулинарная комната. Можем себе позволить. Дом у нас большой, комнат много. Ну, и здесь столовая, либо какая-нибудь гостиная, либо комната отдыха со складом. Это можно все распределить, посмотреть в следующих сериях. Этим с вами займемся. Давайте посмотрим, что у меня на втором этаже. На втором этаже, насколько мне известно, 4 комнаты. Одна ванная, можно сделать одну детскую, одну комнату для родителей и одну гостевую. Либо, в принципе, просто сделать гостевую снизу и две комнаты для мальчика, для девочки и комнату для родителей. Посмотрим, посмотрим. Свои идеи можете писать в комментариях. В принципе, у нас еще 5-6 комнат готово. Вот. Ладно, на этом, ребята, серия подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы я понял, что данная рубрика на канале вам нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!